8 февраля в Малом зале Дворца культуры «Спартак» состоялось расширенное заседание Общественной палаты города, посвященное Дню памяти имама Шамиля. Приветственным словом открыл мероприятие председатель Общественной палаты города Магомед Рассул Шаих Магомедов. Почетными гостями стали первый заместитель главы администрации Бадыр Ахметов, советник главы Республики Дагестан Камил Ланда, депутат Народного собрания Республики Дагестан Ризван Гулоев, председатель Международного фонда имама Шамиля Али Асхаб Хархачаев, а также представители муниципальных учреждений и ведомств. Присутствующих от имени главы города Зайнудина Акмазова поприветствовал первый заместитель главы администрации Бадыр Ахметов. Отзываться о нём можно только всегда с большим почтением, ибо своей жизненной позицией навсегда завоевал сердца миллионов людей, прошлого, нынешнего и будущего поколения. Путь его жизни всегда сопровождался любовью к своей родине, милоселье людям и твёрдое следование законам ислама. Память о великой имаме в нашем городе хранится в сердцах горожан и передаётся будущим поколениям любовью от родной земли. В своём выступлении Бадыр Ахметов пожелал участникам круглого стола плодотворной работы, познавательных обсуждений и конструктивного диалога. Затем вручил медаль за заслуги перед городом Хасаверт, главному редактору Объединённой газеты «Дружба» и председателю Общественной палаты города Магомедрасулу Шаих Магомедову. Присутствующие много говорили о жизни имама Шамиля, о его любви к горному краю, стремлению сохранить свободу и твёрдому следованию предписаниям Всевышнего. Основные стороны жизни имама Шамиля, которые мы должны сегодня заново вспомнить и для последующего поколения до них это донести, это в первую очередь высокая культура, высокая нравственность, если с той духовностью, которой обладал этот выдающийся человек, это прежде всего глубочайших знаний учёный, исламских наук был имам Шамиль. И самое главное то, что нам сегодня необходимо поведать у таких людей то, что эти продолжительные несколько десятков лет войны не ожесточили этого человека. И более 30 лет он воевал, но он сохранил высочайшую культуру, сохранил человечность, доброту, великодушие. И нам достаточно для понимания этого тех примеров, что часто русские солдаты добровольно сдавались к нему в плен, зная, что они найдут и кровь, они найдут и пищу, что они сохранят свою честь. Имам Шамиль был человек, который объединял людей. И имама Шамиля некоторые хотят представить, как будто он был чисто религиозным деятелем. Очень здорово ошибается, потому что имам Шамиль был в очередь государственником. Это человек, который впервые в мире вёл пенсию. Имам Шамиль впервые в мире в понятии пенсии, это пошло от него. Женщины, женщины, которые оставались в домах, где погибали умериды, им из казни специально выделялись деньги, для того, чтобы они смогли содержать семью. Крепостное право, если в России было одно в 1861 году, имам Шамиль на годы вперёд это всё сделал. Он из казни выделял деньги и выкупал тех людей, которые работали, их по разным названиям, русску, лазал, у каждого народа своё название. И вот пивы тоже это имам Шамиль. Также в рамках заседания были подведены итоги общегородского конкурса сочинений «Дагестан. Родина имама Шамиля». Преподаватель филиала ДГУ, являющаяся членом экспертной комиссии Аминат Мухтарханова, озвучила итоги конкурса. Это пять победителей и 50 лауреатов. Все они были награждены дипломами и памятными подарками. Присутствующими была отмечена высокая активность талантливых, грамотных, любящих свою родину, учащихся городом. На сегодняшний день вы правильно обозначили, что такое доставление для наших нынешних подрастающих поколений и вообще общественности необходимо, как воспитание, взаимоуважение. Это всё мы видим, знаем. Думаю, даже такие мероприятия надо поговорить почаще о таких деятелях, чтобы наша молодежь знала историю. Есть такое слово. Человек, не знающий свою историю, слабый человек в обществе. Это и есть наш национальный быт, культура нашего великого лагестанского народа, который по сей день распространяет свои успехи и показывает ту стержень лагестанского народа во всех мероприятиях науки, медицины, спорта во всех направлениях. По мнению организаторов конкурса, целью проекта было нисколько ознакомление с жизнью имама и его героической судьбой, раскрытие личности имама и суть его борьбы, а воспитание подрастающего поколения нашего города в духе интернационализма, любви к родному краю и своей малой родине. В продолжении заседания председатель Совета гражданского общества, член общественной палаты Зайбодин Амаров вручил медали за мужество и отвагу Асадулей Смаилову и Магомеднуру Асадулаеву, спасшим людей в экстремальных ситуациях. Встреча прошла в дружеской и теплой атмосфере, в ходе которой также был обсужден план работы общественников на текущий год.